Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Добрый вечер, ребята! Очень интересные новости продолжают приходить из Белгородской Народной Республики. Значит, смотрите, сегодня РДК, то есть Русский Добровольческий Корпус и Легион предложили рашистскому губернатору, временному московскому губернатору оккупационных войск московской хунты, некая ему, по-моему, Гладков фамилия, он временный, там, понятно, скоро слетит. Да, предложили ему обменять пленных, обменять пленных на территории Белгородской Народной Республики в Новой Товолжанке. Да, Новой Товолжанка, замечательное место для этого. Замечу, это территория Российской Федерации с точки зрения Конституции Российской Федерации. Нам, конечно, наплевать на Конституцию Российской Федерации, она для нас не указ, и мы на нее чихать хотели, но для вас-то, я имею в виду, для граждан Российской Федерации, она чего-то, я надеюсь, стоит, ваша же собственная Конституция. Так вот, Новой Товолжанка не находится под юрисдикцией Российской Федерации в настоящий момент, она не находится в управлении московской хунты. Я напомню, что в Москве сегодня у вас сидит хунта наркоманов и нацистов, это хорошо известно, против которых борются белгородские учителя, шахтеры, скотоводы, предприниматели и так далее, которые купили оружие в ближайших супермаркетах, я говорю, московских военных, конечно, военторгах. Как говорил Путин, в военторге можно купить любое оружие. Ну, посмотрите его речи за 2014 год. Соответственно, сегодня эти военторги, просто они поняли, что на территории Украины ловить больше нечего, они перебазировались на территорию Российской Федерации и начали продавать бронетранспортеры, ПТРК, ПЗРК и так далее на территории Российской Федерации. Соответственно, все эти покупки и все эти действия перенеслись автоматически на территорию Российской Федерации. И, собственно говоря, сегодня Голодкову предложили обменять пленных на территории новой Товолжанки, которая являлась территорией Российской Федерации. Я не знаю, как новые власти расценят ее, там статус и так далее, и так далее. Это посмотрим еще. Возможно, будет новая какая-то республика, Белгородская и так далее. В любом случае, Голодков струсил, не явился. Соответственно, ссылки на это все дело снизу. Пожалуйста, смотрим описание к данному ролику. Соответственно, вот эти российские солдаты, которые попали в плен на территории новой Товолжанки, Шебекина и так далее, они остались в плену. Пойдут, видимо, в обменный фонд Украины. Сказали, ну, крайне мере, РДК говорит, что они передадут их в обменный фонд Украины. Ну, окей, хорошо, спасибо. Мы, конечно же, никакого отношения к гражданской войне на территории Российской Федерации абсолютно не имеем. Ну, а Голодков показал свое истинное рыло. Он не пришел за своими же солдатами, про которых они говорят, наши ребята, наши солдаты. Ну, где же ваши солдаты? Вы даже не пришли их забрать. А теперь вот эти солдаты, насмотревшись на то, как вы плюнули им в лицо, перейдут на сторону русского добровольческого корпуса или легиона и начнут борьбу с незаконной путинской военной хунтой, заседающей в Кремле. Хунтой наркоманов с аргентинским коксом. Хунтой этих вот всяких сумасшедших нацистов, которые засели в Кремле и желают уничтожить украинцев. Но вот украинцы, которых вы хотели уничтожить, уже идут к вам. Готовьтесь. Все будет Украина.